Каких только веков на веку человечество не случалось. Был железный век, бронзовый, медный, каменный век, а наш век можно смело назвать золотым веком алюминия. Что бы мы делали с ней будь с нами сегодня этого полезного металла? Может быть, вот сидели как этот товарищ в шкурах, да высекали бы огнем искры? Ну, я утрирую, конечно, но на самом деле без алюминия сегодня никуда. Он используется в авиации, автомобиле, строении, судостроении, строительстве, да уж что же говорить, такие элементарные вещи, как посуда, фольга упаковочная или банки для напитков. В общем, алюминий играет важную роль в нашей жизни, поэтому есть смысл отправиться туда, где его делают, и посмотреть, как устроено его производство. Место производства алюминия в нашем городе известно каждому. Красноярский алюминиевый завод. Туда мы и отправляемся. Алюминий – самый распространенный металл в природе. Его доля в земной коре составляет почти 9%. Однако в чистом виде он не встречается – бокситы и нефилиновые руды. Вот изначальный источник алюминия. На первом этапе из этих руд извлекается глинозем. Ну вот, этот белый порошок, внешне похожий на муку, и, можно сказать, является прародителем алюминия. Это алюминий 2О3, глинозем. Вот из двух тонн глинозема получается примерно одна тонна алюминия. Методом электролиза там очень сложный процесс. Ну и, в общем, при температуре почти 1000 градусов. И вот из этого порошка можно выделить алюминий. Глинозем подают в специальные печи электролизеры. На Кразе эта система автоматическая, что позволило сделать все электролизеры герметичными. Так что сам момент подачи глинозема мы увидеть не можем. Внутри электролизеров находится расплавленный креолит. Температура в этой печи 950 градусов Цельсия. Это выше температуры плавления самого металла. У алюминия она составляет 660 градусов. Однако для того, чтобы выделить алюминий даже очень высокой температуры недостаточно. Необходимо воздействие электрического тока. Он проходит через угольные электроды, которые опускают в креолит. Сила тока настолько велика, что здесь можно почувствовать себя настоящим фокусником. Ну а кто мечтает о карьере Копперфильда или Игоря Кио, сюда может идти на практику. Показываю фокус простеньший. Беру скрепку, беру руку свою, ставлю и оп. На самом деле все здесь просто, никаких фокусов нет. В электролизерах используется электрический ток. Он здесь проходит с огромной силой, сила тока 77 тысяч ампер. И когда электрический ток проходит, соответственно, проходит магнитное поле, которое вот таким вот образом фокусным и влияет на все металлические предметы. Именно из-за наличия сильного магнитного поля сюда не рекомендуется приходить с механическими часами и банковскими картами. После воздействия магнитного поля эти полезные штуки станут абсолютно бесполезными. Даже наша камера периодически отказывалась здесь работать. Расплавленный и извлеченный из глинозема алюминий в огромных ковшах доставляют в литейный цех и сливают в так называемый миксер. В нем происходит дальнейшая доводка металла до нужной конкретному потребителю кондиции. Для придания алюминию различных свойств в него добавляют титан, кремний, стронций, железо, кальций, марганец и магний. Весь процесс насыщения другими элементами происходит в этом комплексе. Вот этот вот огромный и непонятный с точки зрения непрофессионала комплекс называется «Литейный каткат». Там находятся два копильника, в которых происходит готовка металла в течение двух часов. Они по очереди сливают в разливочную, спрошу про видео, с артологию комплекс. И тот уже выдает вот готовые лица, которые мы можем видеть, алюминиевые чушки. Алюминий разливается по формам, охлаждается водой, поэтому практически сразу застывает. На конвейере десятый по счету после разлива слиток, или, если говорить правильно, чушка, уже затвердевает. Далее их тут же формируют в пакеты и отправляют остывать. В каждом таком пакете 69 слитков. Такое количество необходимо, чтобы в одном пакете получалась одна тонна. Алюминий выпускается двух видов, чушки алюминиевые. Весом по 15 килограммов каждая вот такой маленький слиточек, их здесь тонна в этом пакете. И вот такие вот гиганты весом по 750 килограммов каждый. Зависит это от потребностей потребителя. Если печи мелкие, то туда отправляются вот такие маленькие чушки. Если нормальные, крупные, то вот этот вот гигант. Эти гигантские чушки получаются из еще больших гигантов, из пятиметровых блоков, которые отливают на другой линии. Для того, чтобы металл соответствовал заявленной спецификации и потребностям клиентов, перед отливкой он проходит контроль качества. Из расплавленного алюминия берутся пробы. После того, как они остыли, на каждую пробу набивается номер миксера, из которого прибыла эта порция металла, и номер плавки. Эти пробы отправляются пневмопочтой в центральную лабораторию. Это как бы предварительный анализ. Экспресс-анализ он называется, поэтому мы делаем его очень быстро. Пробы получаются, тут же затачиваются на призерном станке и проводится анализ как можно быстрее, чтобы в литейном отделении, получив наши результаты, смогли свои какие-то мероприятия принять. То есть добавить, например, титан или кремний, ну того, что не хватает при определении из миксеров. Пробы затачивают на фрезерном станке, после чего отправляют на спектрограф. Этот аппарат позволяет определить точный состав конкретного образца. С заточенной поверхности проб нельзя прикасаться пальцами, так как даже мельчайшие частицы жира с нашей кожи могут повлиять на результат. Когда литейщик видит, что результат у него соответствует требованиям спецификации, то есть тогда поступает команда отливать металл. И уже во время отливки металла, так называемой товарной продукции, к нам поступают пробы в начале плавки, в середине, отобранные в начале плавки, в середине плавки и в конце. На этом проверки не заканчиваются. Образцы из уже отлитой и остывшей партии поступают в другую лабораторию. Их здесь нарезают и исследуют структуру металла, его пористость. Кроме сплавов алюминия с различными металлами, на Кразе выпускают еще и алюминий высокой частоты. Как и в случае с золотом, у алюминия тоже есть своя самая высшая проба. Мы находимся в цехе АВЧ, расшифровывается как алюминий высокой частоты. Именно здесь получает металл, алюминий, самая высокая проба, 99,996. У меня есть образец, сейчас вам покажу. Вот он. Здесь его производят вот в таких ваннах, под названием электролизеры. Производительность такой одной ванны 600 килограммов в сутки. Ну, соответственно, 1200 килограммов в сутки, в двое суток происходит выгрузка и загрузка этого металла. Ну, а электролизеров таких здесь 74 штуки. Сами посчитайте, какой это объем. Примерно где-то 40 тонн получается. Между прочим, цех, где выпускают сверхчистый алюминий, уникальный. Это единственное производство не только в Русале, России, на бывшем советском космпространстве. Это эксклюзивное производство. Технический металл, наше сырье, мы улучшаем его качество в порядка 100 раз. Основные потребители нашего металла, компании Японии, Америки, Европы, треть продукции поступает на наш внутренний рынок. Метод получения алюминия высокой чистоты такой же. Цех получает технический металл в расплавленном виде, его заливают в электролизеры и пропускают через расплав электрический ток. А нижний уровень расплава – это технический металл с добавлением меди. Далее идет слой электролита. Электролит состоит из кориолита и утяжелителя хлористого бария. И верхний слой – это очищенный металловый чемп. В процессе на расплаве образуется электролитическая корка из нерастворимых солей. Ее периодически убирают с помощью специального инструмента, сделанного из графита. Графит при контакте с расплавленным алюминием не вносит ненужных элементов и не портит чистоту металла. Алюминий высокой чистоты используют в высокотехнологичных производствах, например, в создании компьютерных жестких дисков. Из одной тонны такого металла можно получить 40 тысяч таких дисков. Вообще, Красноярский завод ежегодно дает миру около миллиона тонн алюминия различных видов – первичного, сплавов и сверхчистого. А вообще, в прошлом году в мире произвели 53 миллиона тонн этого полезного металла.